Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поболтаем, поговорим. И сегодня я хочу обсудить такую интереснейшую тему, как по мне. Скорее всего, вы с этой стороны никогда об этом не думали, и вообще не думали, что я о таком заговорю. Мы поговорим сегодня с вами о гадалках. Одна моя подружка недавно сказала мне, Оля, я была у гадалки, и ты знаешь, вот она мне такого там наговорила, и я вот теперь об этом думаю. И, естественно, задала мне вопрос, что я думаю о гадалках. И как человек, который уже сейчас непосредственно занимается и практикует, и изучает силы нашего разума, у меня по этому поводу есть очень простой, но при этом интересный ответ. Давайте с вами проанализируем. Итак, мы уже с вами знаем, что у нас, мы живем, находимся в неком квантовом поле, и у нас есть огромное количество вариантов того, что происходит. Мы уже знаем, что как таковой судьбы у человека нет. И в зависимости от того, какие он берет в свою жизнь убеждения, какие решения он принимает в тот или иной момент времени, он, соответственно, рассматривает и попадает в то пространство варианта, выбирает тот конкретный вариант, который сейчас происходит и ложится. То есть это не то, чтобы ему дается, а это то, что он притягивает. Притягивает с помощью чего? Притягивает, конечно же, с помощью своих мыслей. Вы о чем-то думаете, вы выстраиваете некое убеждение, которому начинает соответствовать ваша жизнь, ваша раз. Помните, у нас есть ретикулярно активирующая система, которая начинает подбирать нам видеть то, на чем мы с вами акцентируемся. Ту программу, которую мы для себя выбираем. Например, мы выбираем для себя программу, что я финансово успешный человек, я всегда привлекаю успех. Вот в любой ситуации, в которой я не окажусь, я везде нахожу деньги, я везде нахожу возможности. И если эта программа стоит в вашей голове, то ваша ретикулярно активирующая система все время это находит. И, соответственно, она начинает всю эту историю к себе подтягивать. Из того многочисленного количества вариантов, потому что мы находимся в пространстве вариантов, которые есть в нашем мире. Если вы, тот же человек, выбираете для себя, например, программу, да я устал, все задолбали, все люди гады, нету вообще никого нормального, мужики все козлы, все сволочи, ни хрена не получается. Мне даже страшно это вот сейчас произносить, честно говоря, даже так в шуточку. Соответственно, ваша ретикулярно активирующая система находит вам миллион подтверждений для этого. Вы вибрируете на определенной частоте и притягиваете еще больше к себе подобных ситуаций. А мысль, как известно, это некая энергия, которая очень легко и просто воспроизводится в реальной жизни в тех ситуациях, которые вы, в общем-то, и думаете. Думаете плохо, вам все плохо и дается. Вот таким образом это работает. А теперь давайте подумаем, зачем люди идут к гадалке. Люди идут к гадалке, потому что у нас всегда с вами, мы так выросли. И нам очень нравится, когда кто-то принимает за нас решение, берет на себя ответственность. Нас никто не спрашивает в детстве, хотим мы идти в школу или нет. Не все родители спрашивали, что мы хотим есть, что мы на себя наденем. Если вы посмотрите свои детские фотографии, то у некоторых из вас могут появиться к родителям очень серьезные вопросы. Мама, как ты вообще могла это на меня надеть? Или когда мамы там стригли некоторые из своих детей, знаете. Вот вообще пофиг им как бы. Если мы, например, посмотрим на села, даже до сих пор, то мы увидим, что там вообще этими вопросами не заморачиваются. Никто не говорит о том, красиво, некрасиво, ну типа стрижем волосы на лето, потому что, чтобы не мыть часто. Все. Ну как бы очень ясные такие, ой, боже, как сигналит моя машина. Очень ясные и понятные такие позиции. И теперь смотрите, что получается. Мы привыкли к тому, что подсознание наше заложено, что как классно, когда кто-то за нас решает какие-то задачи. В жизни, когда мы становимся взрослыми и вопросов все время много, пойти не пойти работать, как найти себе нормальное отношение, это я в этом виноват или кто-то в этом видоват. Очень хочется, чтобы кто-то дал ответ. И причем для большинства из людей даже негативный ответ будет фух. Потому что человек скажет, на судьбе написано, на судьбе вытатуировано, что, блин, у меня вот, как там говорят, брачный запрет, обед, не знаю, завтрак. Короче, и все. И сразу же появляется оправдание, почему так. Я-то сам по себе классный, но просто на судьбе написано. Ну, там написано. Вот. А вы сами на судьбе прочитать не можете. Поэтому мы ищем гениальных женщин, иногда мужиков, но женщины в этом плане гораздо более интересные. Кстати, мне кажется, Серега мне говорил, что я была бы классной гадалкой, ворошкой, теткой Олькой. Вот. Мы ищем такого человека, который может нам рассказать. А теперь смотрите, что происходит. Мы к нему приходим в некой такой потере. Но человек, гадалка, бабка, психолог, это всегда, вернее, гадалка, бабка, всегда вот эти вот женщины, если вы посмотрите, кто дает вот эти объявления, это, как правило, достаточно неплохие психологи. Но в контексте того, что они понимают, что, блин, они не особо, не то, что они даже, может, там глубоко разбираются. Кто-то глубоко, кто-то не очень, не ходила, не знаю детали. Но я понимаю, что это люди, которые прекрасно понимают, что есть спрос, они предлагают товар, красиво чего-нибудь там рассказать. Что происходит? Вы приходите в достаточно таком состоянии, человек понимает, что вы хотите ответ, вы хотите решение. Он волен сказать вам все, что угодно. Но, как правило, они же зарабатывают не только за ваше гадание, консультацию, надо еще с вас порчу снять обязательно, потому что без этого как бы неинтересно. И они рассказывают вам, дают вам один из, они дают вам один из вариантов пространства, да, вы же понимаете, что может случиться все, что угодно. Они вам что-нибудь говорят. Но что происходит? То, что они говорят, на самом деле может быть правдой и не может быть правдой. Почему? Потому что правдой быть может все, что угодно. Задавая несколько вопросов человеку, в принципе, достаточно понятно, какого ответа он ожидает. Потому что очень часто, когда вы задаете вопросы, вы уже даете версии ответов, почему это может быть. Бабка-гадалка выбирает один из вариантов и говорит вам о нем. Что происходит дальше? Потому что дальше начинается подтверждение того, что она сказала правду. А происходит следующее. Ваша ретикулярно активирующая система только что, как GPS, получила установку. Вы себе сказали, бабка-гадалка же сказала, что будет так. И вы это засовываете тут же в свое подсознание. Поскольку мы идем к гадалке не тогда, когда скучно, а тогда, когда прям сильно надо. Мы, соответственно, очень много энергии тратим на то, чтобы думать об этом. А мысли, как известно, намагничены. Мысль, которая очень сильно вас волнует, вы все в эту степь притягиваете. Вы приходите и, конечно же, по доброй традиции, вы звоните подружке, бабке, мамке куме. Вы это проговариваете, вы еще больше это поле раздуваете. И ваш раз начинает вам подтягивать, естественно, как это в жизни и происходит. Она вам начинает подтягивать подтверждение тому, что сказано. И вот таким образом вы можете оказаться, не дай бог, больны, здоровы. Но чаще всего это что-то негативное. Вы можете разойтись со своим партнером, супругом. Вы можете понять, что никто никогда на вас не посмотрит, пока вы не продадите свою квартиру, чтобы она не сняла с вас порчу. Таким образом, ваше подсознание мощно программируется. А знаете почему? А я вам расскажу. Потому что подсознание, оно все время программируется. Оно вообще создано для того, чтобы вы закладывали в него инструкции. Но вы же помните, что вы хотите до кого-то другого переложить ответственность. Поэтому кто дает вам инструкции? Вот эта тетка, бабка, гадалка, которой вы продали свою почку, чтобы к ней попасть. И она дает вам инструкции. Точно так же, как дает телек и все остальные. И вы берете эту инструкцию, вам же сказали, что так надо. Значит, так надо делать. И вы совершенно не думая, вы теперь принимаете это за правду. А то, что ваш мозг принимает за правду, вселенная говорит вам, как Алладин, слушаю и повинуюсь. И выполняет. И, соответственно, вы получаете то, во что вы поверили. То, во что вы разрешили какой-то грязной бабке наплевать в ваш мозг, становится вашей правдой. И находится миллион всяких ситуаций, которые это доказывают и подтверждают. Вот таким образом это работает. Поэтому, когда моя подруга спросила, что я думаю про гадалок, я ей сказала, давай лучше, если тебе надо кому-то баблишко отдать, отдай мне. Я тебе погадаю. Иди в рерайтер жизни. Станешь бабкой-гадалкой для самой себя. Удивительным образом, самая ключевая все-таки проблематика, я вижу то, что мы по-прежнему в большинстве своем не хотим брать ответственность за свою жизнь на себя. Это единственная причина, почему сегодня у вас нет того, чего вы хотите. Вы можете сто раз говорить, что вы берете ответственность. Вы можете вообще говорить все, что угодно и даже писать. Но ваши действия – это показатель вашей жизни. Ваши мысли, которые у вас в голове, это не работает, я не верю, я уже об этом подумал три раза и ничего не произошло. И ваша постоянная фокусировка именно на проблематике и вообще на всех тех вещах, которые вас беспокоят и дают вам ту жизнь, которая у вас есть. Поэтому, если вам нравится перекладывать ответственность на кого-то, продолжайте. Я вас умоляю, не ходите никаким бабкам-гадалкам, станьте гадалкой для себя, решите, чего вы хотите и начните с этим работать. А лучше, мои хорошие, приходите в Рерайтер жизни для того, чтобы просто избавиться раз и навсегда от бредовых мыслей и стать хозяином своей. Всем хорошего дня, не забудьте поставить лайк. Если у вас, кстати, были интересные истории про бабы-гадалок, поделитесь.